МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Значит, мы с вами в прошлый раз занялись анализом того, что предшествует немецкой идеологии тезисов о Фейербахе, которая составляет существенную предпосылку и, можно сказать, в кратком виде формулирует особенности того мировоззрения, которое Маркс Энгельс предлагает. Значит, какую мы задачу с вами решали? Такую, чтобы у нас таких понятий по дороге, которые мы не знаем, что это такое, не было. И несмотря на то, что мы при этом задерживаемся вроде как по тексту, но с другой стороны, такая у нас задача – быстро бежать, так быстро бежал, что не успеваю даже подумать, что говорю. Поэтому в этом смысле давайте будем идти основательно. Мы остановились на первом тезисе. Здесь говорится о материализме. Главный недостаток всего предшествующего материализма. А может кто-нибудь сформулировать, что такое материализм? Кто берется сформулировать, что такое материализм? Материализм – это очень любая. Вмучение. Там вся реальность рассматривается от существующего, а не от мыслимого. То есть что первоосновой является матери, а не какая-то мысль, не осознание. Ну, так, в общем, правильно. Только я бы сказал так как-то… Нет, мне кажется, что требуется от определения. От определения – чем меньше в них слов, тем лучше. Правильно? Вот учение о том, что первична материя, а сознание вторична. И все. И это вот полностью в соответствии с тому, что вы сказали, но освобождает нас, потому что вот вы, например, сказали существующее. Существующее в науке логики – это том второй науке логики существования. Сначала идет рефлективное определение, потом существование, потом явление, потом действительность. Существовать – это значит не просто быть, а быть при определенных условиях и с определенным основанием. А зачем нам такие тяжелые камни забрасывать себе в определение в начало, утяжелять? Потому что вот даже чисто студенческая задача – зачем свою память утяжелять тем, что затрудняет? Не знаю, как вывод. Я, например, не обладаю механической памятью. То есть вот так человек наговорил, я запомнил, а я так, как запомнил, как у меня это не вылетает. Вот, например, у меня зрительная память всегда была хорошая. Я экзамен называл очень просто. Я два раза прочитал, и я сижу на экзамене, это все переписываю из головы. Ну, потом через два дня. Я получил свои пятерки через два дня. И поэтому мне было очень трудно. Вот когда я начал читать лекцию по политэкономии, то есть вообще там поведения нету, и я никак не мог найти концы, как вот это вот можно запомнить-то все. В каком порядке, как это расположить? Нет никакого порядка. Вот. Поэтому я, например, очень рад, что, скажем, в науке логики, там, и у Маркса тоже, там есть движение от простого к сложному. То есть, а сложное – это сложное из простых. Поэтому вы так двигаетесь, 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 двигаетесь. И тогда все время есть за что зацепиться. Как люди там, альпинисты, они прежде чем встать ногой, они обязательно должны три точки иметь, обязательно, значит. И тогда только одну перемещают, две ноги и рука. Одну перемещают, и вот там сделают еще одну, а отпускают еще одну, и так далее. А если не за что зацепиться, ну, вот это, с одной стороны, вроде слушаешь, все правильно, так, что интересом, а потом как-то растворилось, и ничего не осталось. А у нас задача какая? Задача у нас – держать эти экзамены, а не сдавать. Правда? То есть, набрать сознание и выдержать испытания, что мы эти знания имеем, и мы можем дальше на них опираться. Значит, вот с материализмом мы разобрались. То есть, это учение, которое утверждает, что первична материя, а сознание вторична. Вот пишется о том, что недостаток предшествующего материализма, включая Фейербаховский, заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта или в форме созерцания, а не как человеческое чувственное деятельность, практика. Ну, вот тут вроде бы тоже понятно, то есть, что хочет сказать автор, да? Что надо не просто отображать мир глазами, а надо его преобразовывать, да? Вот преобразующая роль. То есть, отсюда вот есть два понятия истины, которые, тут вот ни об этом не говорится, но мы вот это вот как раз то, что мы должны знать. Как вообще истина определяется? Если кто-нибудь, можно сказать? Истина – это нечто достоверное. Что-то основное на практике. Ну, вот то, что вы сказали, это… Можете найти в «Науке и логике» у Гегеля, в первом томе. Он пишет, что вот есть правильность, достоверность. Достоверность, то есть вы проверили, так оно и есть. Так? Вот я вижу, вы хороший человек. Начинаем проверять. Комиссию создаем, трех-трех человек. Начинаем вашу трести биографию, деятельность и так далее. Потом пишем акты. Поэтому это уже не только правильно, а достоверно. Это достоверность. А истина… Зачем я свою достоверность? Истина – соответствие понятия объекту. Вот если я выразил в понятиях объекта таким, каким он есть, каков он есть, это истина. А если мне не удалось отразить понятие объекта, это не истина. То есть истина и соответствие понятия объекта. Но это истина какая? Созерцательная. Я вот на вас смотрю и как бы фотографирую. Да? Вот если я вас фотографировал, это… Ну, это истина. Вот вы берете, сейчас щелка, и вот, пожалуйста, так сказать, это истина. Но, а если мы говорим о преобразующей миссии материализма, это значит, мы должны проникнуть в суть этой действительности и преобразовать ее в соответствии с этой сутью, а не то, что вот мы там решили, что вот мы едем на поезде, мы поедем влево. А влево только сковырнуть можно вагоны. То есть вы можете медленнее поехать, можете дальше, но вы должны учитывать. Или вы должны переделать железнодорожный путь. То есть вы должны, когда вы преобразовываете, вы должны преобразовывать мир не в соответствии с тем, что вам вбредет в голову. Так это будет как называться? Произвол. Вот если я делаю, что хочу, это произвол. Это не путаем мы со свободой. А вот если речь идет не о произвольном, а о таком преобразовании действительности в соответствии с познанной сущностью этой действительности, вот тогда это будет истинно в другом, в противоположном вроде смысле. Смотрите. Соответствие объекта, понятию. У нас понятие уже есть, и нам осталось только вот. Ну хорошо, вот деятельность преподавателя. У нас понятие есть, к чему вы должны научиться? Вот предполагайте, что у меня есть понятие, что вы должны разобраться, знать эти вещи. Ну и я должен как преподаватель добиваться того, чтобы вы эти понятия усвоили. То есть в этом смысле у меня задача преобразующая, безусловно. И у вас будет задача преобразующая, потому что как только вы закончите свое обучение, у вас вся деятельность будет состоять не в том, что вы еще будете учиться, не сказать, зачем вы научитесь, а чтобы еще учиться, а еще зачем учиться, а и чтобы, ну когда вы будете что-то преобразовывать, все-таки вы пойдете преобразовывать. Вот у меня так получилось, что я сразу после вуза пошел в аспирантуру, еще три года учился. 11 лет в школе, 5 лет в вузе, уже 16 до 3, 19 лет все я созерцал, созерцал, созерцал. Ну 19 лет только созерцал, можете себе представить. Вот, вас уже от этого потихонечку избавляет, один год украли под видом. А сверху добавили. А? И два сверху добавили. Да ничего не добавили. Это вечернее отделение, вечернее отделение бывшее, его закрыли, и теперь сделали то же самое под видом магистратуры. В вечернем отделении сколько учились? Но магистратура не является обязательной? Да, поэтому в магистратуре она не является обязательной, потому что раньше все получились 5 лет, а в магистратуре единицы. Вот я преподаю на втором курсе магистратуры конфликтолога. Ну сидит 5 человек. На самом деле сидит не 5, а 3, или 2, или 1, или 0. Люди работают уже, потому что кто вас будет 6 лет кормить? Ну кто вас будет 6 лет? Вы пойдете работать. А раз вы работаете, значит днем вам устраивать занятия нельзя. Поэтому их стихийно передвинули на вечер. И что получили? Закрыли вечернее, которое было 6 лет, и открыли магистратуру. Но вечернее вы могли с кого угодно идти. А магистратура, давайте особые вечеринки, экзамены. А чем? Что там особенного? Да ничего особенного. То, что было у специалиста, то будет у выпускника магистратуры. Просто вам все обрезали. В аспирантуру нельзя идти? Раз. Преподавать в ВУЗе нельзя. Два. Иметь в подчинении, если поддельная государственная служба, больше одного человека, три. И вот у нас сейчас придумал наш университет, инициатива такая. Дескать, выпускники. Вот пускай на выпускном экзамене будут только представители работодателя. Начали смотреть. А кто работодатель? За бакалавром. ВУЗа нельзя. Академия наук нельзя. А кто? Директора школы. И меня спрашивает вот заведующий, а Михаил Ильич, а вы не знаете общественное объединение? Я говорю, у меня вот я президент общественного объединения фонда рабочей академии. О, давайте ваши эти реквизиты, которые будут вписывать в эти бумажки. Ну, это вообще курам на смех. Так что мы это созерцаем, но критически относимся к тому, что происходит. Критически, спокойно. И видим, что из этого, что тут гора родила, какую мышь она родила. То есть решили сэкономить на студентов. Вот, пишите, что я такой-такой опоздал на занятия по курсу анализ классических текстов немецкой делой. Шутка. Фамилии и имя. Это, я раньше ругал тех, кто опаздывает. А теперь, представьте, какая была внутренняя борьба. Прийти, не прийти. Прийти, не прийти. Пришел человек, и на него нападают. Говорит, я уже напал. А он выиграл в этой борьбе и пришел. Так что я вас приветствую. Поздравляю. И пусть другие учатся на вашем примере, как надо бороться. Некоторые ведь не дошли же. Не дошли. Вот. Вот это вот и жалко. Не смогли. Ну что делать? Всех. На следующий раз придут. Так. Понятно, да? Вот это вот другое понимание. То есть истина к соответствии уже объекта. Понять. Это вот говорится об этом преобразующей человеческой деятельности. Эти практики, потому что не любая же практика. Мало ли еще я на практике буду делать. Ну, практика могут негативные быть. Это имеется уже в виду. Ну, это тезисы. Ну, в тезисах все же раскрывается. Отсюда произошло. То деятельная сторона, в противоположном случае, материализма развивалась идеализмом. То есть человек, вот идея у него есть, он идею реализует. И так далее. И это идеализм развивал. А материализм получается, вот мы глядим на материю и правильно ее отражаем. И как раз вот этой деятельности не хватало. К моменту прихода, как говорится, Маркса и Энгельса, вот этого в науку не хватало. Вот критикуют здесь товарища Эйрбаха. В существе христианства он рассматривает как истинно человеческую, только теоретическую деятельность. Тогда как практика берется и фиксируется только в грязно-торгашеской форме ее проявлений. Он не понимает по этому значению революционной, практически критической деятельности. Вот мы с вами в прошлый раз остановились на понятии революции, и его, по-моему, удовлетворительно разобрали. Поэтому для нас это слово революционная деятельность, ну не просто слова, мы знаем их содержание. Переходимся ко второму тезису. Кто по второму тезису хочет заняться анализом? Кто желает? Давайте. Так, ну тут во втором тезисе Маркс говорит о том, что истинность, она практическая, и она должна быть правдой. И то есть она должна основываться на материальном. По-свою стороне, то есть она не должна быть метафизичной, она должна быть именно что, основанной на предпосылках материальных. Почему только на предпосылках? Вот не на предпосылках. Предпосылки – это то, что есть до этой деятельности. Она не на предпосылках, а она именно в деятельности должна показать, в преобразовании доказать свое понимание правильное. А вот возьмете слово «на предпосылках», получается, что они есть до. До вашей деятельности, как говорится. Это рассыпается. Ну, предпосылки, то есть данных. То есть то, что… Нет, эти данные не данные, а данные преобразовать надо. Все-таки. Вот вы правильную позицию заняли, но надо ее последовательно провести. Если речь идет о преобразовании бытия, о преобразовании действительности, это преобразование данного. Вот есть некое данное, надо его преобразовать. а вы говорите не вот будем основываться на данных ну такое основаться да будете но вы собираетесь их преобразовывать или быть только основываться таскать вот и вот и все нет мы не содержим своей деятельностью мы доказываем что раз мы если мы правильно понимаем то в результате нашего преобразования получается некое развитие правильно созидание получается вот например никакие естественные процессы там выветривание там который показывает сказать по телевидению какие есть причудливые могут быть образование в горах там и так далее никогда не создадут такое здание как в котором мы находимся где будет стоп в аудитории коридоры и окна и потолки это можно сделать только если вы заранее это замыслили и если вы это но вы при этом чем пользуюсь тем что ваша деятельность она тоже ведь предмет на рука человек обязательно вот почему речь идет у нас и вообще в марксизме и выделяется отдельно деятельность непосредственным результатом который является преобразование природы и это не перепутывается с деятельностью которые относится к преобразованию форм общественного сознания вот я как преподаватель я природу преобразовываю нет скобы я тут не не напридумывал но если но это никак не меняет еще природу поэтому скажем вот когда говорят что вот у нас есть научный результат они позволяют повысить предполагает позволяет в случае если они будут применены а то есть надо должны появиться а проектировщики б инженеры в эти все и проектировщики инженеры вот уже все есть кальки есть уже есть проекты если вершир тяжи а нет космодрома почему должны прийти рабочие и с помощью средств производства которые являются сугубо материальным продуктом то есть средства причем вот маркс его выделяет отдельно что вот есть природа есть я и есть средний член среда средства средства это что-то среднее между мной и преобразовываем природы и с помощью вот этого средства мы помещаем его между с человеком и природой и преобразовываем эту природу получаем космодром при этому воруем 12 миллиардов рублей но это уже не рабочий рабочим недоплатили 150 миллионов как вот я я сладежу за данными по поводу 150 миллионов рогозин вице-премьер который отвечает завел 20 уголовных дел а по поводу уворованных 12 миллиардов тишина потом вдруг выступает прокурор 6 начали сокращаться этим без особенных каких-то движений ну 6 где ну как то есть там идет свое преобразование преобразование уже финансов то есть они из государственных перико перекладывается в карманы причем так с таким видом чтобы прямо это тайна прямо не найти нужно представить это платежку надо это надо видеть кто отправил куда отправил бери их искать и посадить для начала их в сизо и разбирайся что это такое подозреваемых мы они же не обвиняемые а только подозреваемые потом обвиняемые когда будет выясниться в чем их обвинять потом подсудимый но это они еще не не осужденные ну если потом выяснится что на самом деле они украли тогда осужденные а если выяснится что нет то прокурор от имени государства на суде и вы пять лет отсидели в сизо я вам привожу извинения вы можете теперь обратиться в суд по поводу в возмещение морального вреда если вам уже это если вас не кадрышка не схватит от одного вида этих самых судебных помещений вот так получается в жизни ну вот значит это тоже важно фронт не данность а вот именно эту данность и мы вот то что нам дано мы и переделываем преобразовываем а тем самым доказываем что наше мышление не только действие на тем что она правильно изображает а что она позволяет нам руководствуясь своим пониманием переделать мир в соответствии с нашими потребностями интересами и целями чем самый плохой архитектор отличается самый плохой пчелы тем что сначала в голове уже имеет это здание вот представьте себе там наш смольный собор расстрелили надо было сначала в голове его сделать много было и так нужно много людей любое здание построить и сяк а вот такую красоту можно сделать только если она уже изначально была в голове вот такое прекрасное здание потом на бумаге потом все вот эти там конструкции какие были тоже должны быть на бумаге потому что начали строить им надо сказать вот чертеж вам нужно вот на этом этаже вот это сделать и и не отклоняться наоборот не ослали они должны быть наоборот вот строго выполнять уже работники рабочие которые там были строительные которых никто не вспомнит запомнит но расстрелили расстрелили построил а другие не участвовал вот они они должны это строго выполнить и тогда будет вот такая красота сейчас вот его опять ходили и подремонтировать будем надеяться будет лучше так ну вот пора действительности или недействительности мышления изолирующийся от практики очистить классический вопрос вот если вам удалось с руководствием своим мышлением преобразовать действительность значит правильно отражать действительность а если вы руководствуясь действительностью думаете что идете вправо а пришли влево значит у вас неправильное представление что лево что право вы не знаете и у вас неправильное представление действительности поэтому вот вопрос то есть что подчеркнуто вот это вот преобразующая роль практики если будут люди говорить что-то впервые марк сказал это неправильно вот вы у гегеля можете найти эту роль практики например если вы не будете науко-логике всю читать, а придете, так сказать, как некоторые, как читать детективы, раз и в конец. Чем там кончился? А кончился там абсолютной идеей. Абсолютная идея, а он идеалист. Идеалист. Но простите, как у него абсолютная идея. Это абсолютная идея, она из единства. Теоретическая идея – это отражение мира. И практическая идея, или идея добра, или идея блага. Вот это как раз то, о чем мы говорим. Это у него есть. И вот единство теоретической и практической идеи дает абсолютную идею. Там вот очень четко написано. Четко, ясно, понятно. Понятно, откуда это вот прямо так вот выскочило из головы у Марка. Так в науке не бывает. В науке все тоже вырастает тоже на определенной почве. Вот на почве той и данности. А данность была уже дилактическая, в которой практика уже присутствовала. И даже вы найдете у идеалиста Гегеля такое высказывание, что плуг почтеннее, чем те зерна, которые достигаются с помощью этого плуга. Почему? А потому что без этого плуга вы мало этих зерен. А с помощью этого плуга вы много этих зерен добудете. И поэтому плуг почтеннее. Если у вас есть плуг, то у вас много. Вы богатые, у вас много зерна. А если у вас есть зерно, то вы его съедите, и ну, часть вы посеете. И будете вы так всегда в круглой жить. Поэтому вот даже такая мысль очень интересная, вполне материалистическая, но она вот у идеалиста Гегеля уже высказана. Но он все-таки объективный идеалист. Он начал с чего свою наукологию? С бытия. А вовсе не с идеей. Это у него идея так как бы витает, как основание его философской конструкции. А вот в науке лойки первая категория, кто открывал наукологию? Есть такие люди. Ну, допустим, Маркс его не открывали. Он марксист. А Гегель? Почему не открывал? Он идеалист. Какая у него первая категория? Можно я скажу? Чистое бытие. Вот чистое бытие – это начало наукологии Гегеля. Чистое бытие. И с него пошло все. Поэтому вот Ленин, когда это начал читать в 2014 году, он очень удивился. Звучит вполне материалистически. Вполне. Но, честно говоря, с чистого бытия. Вот только что мы с вами рассматривали, в чем характеристика материализма. Ну, ладно, он считает себя идеалистом. Он как угодно себя считает. Скажи, с чего ты начинаешь? Начинает с чистого бытия. Приходит к абсолютной идее, которая в единстве вот этой теоретической и практической идеи. Тоже интересно. Кончает по существу уже диалектическим материализмом. То есть, таким материализмом, который является преобразующим. Вот тоже очень интересно. Так, ну что, с вторым теоретом мы разобрались. Третий теорет. Кто берется третий теорет разобрать? Новенький есть? У нас елеонные люди выражены передовой техникой. Не все в белом, но с белым компьютером. Не хотите разобрать третий теорет? А? А что, без номеров, что ли? А почему вы в собрании не берете сочинение? Оно же есть в интернете прямо, чтобы брать в том же виде, как в сочинениях Маркса Энгельса. Это же существенно вообще для форматирования, существенно для научного произведения, чтобы... Ну вот набера даже. Люди иногда вот теоретически с номерами дают, некоторые без номеров, потом номера теоретических тоже существенные. Ну, если у вас есть теоретически, ну третьим по порядку. Ну, они по номеру. Даже не... Ну и что, что с номером? Ну, третий ведь. Видите, третий, вы же что, не можете пальцем раз, два, три. Посчитайте. Какое у вас? Что написано? Теоретическое учение. Вот, да. Все есть, продукты, обстоятельства воспитания. Людьми. Да. Да, ну вот, что по этому поводу можете сказать. У нас какая задача? Анализировать, да? Анализ. Чуть-чуть погромче. Так плохо, слышно? А, ну, я говорила о том, что действительно обстоятельств нет людей, но при том, что люди сами создают такие обстоятельства, это приводит нас к такой мысли, что люди не имеют людей. Ну, то есть, вот, если бы вы поставили такую задачу усовершенствовать людей, сделать более, так сказать, развитыми, что бы вы стали делать? Вы бы собрали людей и сказали, надо жить, надо быть лучше, надо быть хорошим. Или что бы вы стали делать? Кроме этого. Ну, это тоже, наверное, надо, там, сказать, что-то пропагандировать, что вы плохого не делаете, делаете хорошее. Ну, а еще что надо делать? Ну, правила-запрет табу, это, ну, хорошо, у нас есть государство, там, оно сейчас на законы есть, то это уголовный кодекс не нарушайте, гражданский кодекс соблюдайте, не забывайте, что есть административный кодекс, не туда пошел, штраф получишь и так далее. Но этого все-таки маловато еще. Как-то вот вы, так сказать, считайте, исчерпали содержание этого, так как оно, чтобы не получилось примитивное содержание этого тейса? Вот это один из самых красивых тейсов, между прочим. Какие еще мысли есть у других товарищей по этому поводу, по поводу этого тейса? То есть мы что делаем? Мы вот разбираем мысль, мысль, вот в ней мы можем ценное найти или ценность в этой мысли найти, или мы читаем и не можем. Знаете, как бывает, люди, одни вот одно и то же делают, копают, так сказать, и добывают золото, но у одних много золота, у других мало золота. Или, скажем, знаете, есть такая притча, как идет один человек и видит другой, оттешит камень. Он делает, спрашивает, что делаешь? Говорит, камень обтесываю. Хорошо, идет дальше. Второй человек делает то же самое. Он спрашивает, что ты делаешь? Дворец, строит дворец. Видите разница? Колоссальная разница. Так и здесь, мы тоже можем. Вот написали, мы что-то сказали, вы мне сначала и пересказали, прочитали. Это хорошо. Это мы знаем. Это я уже говорил, что мы читать умеем. То есть, я не берусь проверять, как что вот это вот, и отмечать на зачете, что умеет читать, может пересказать. То есть, я думаю, это предполагается в вашем документном образовании. А вот, проанализировать это, это тезис. Попытаюсь. Глубину не можете еще копнуть? У нас какая задача? Если мы анализируем, что такое, значит, мы поверхностью не удовлетворяемся. Нельзя ли тут глубину какую-то увидеть? В чем глубина? Вот этот тезис, который мы сейчас разбираем, очень важный, который, ну вот, как я вижу по реакции, кажется самоочевидным, самоочевидным, да? Нормально написано. Все понятно, да? То есть, возражения не вызывай. А что люди говорят? Они откуда-то взяли? Не знаю, откуда. Большинство, большинство, вот я это точно знаю, потому что я, они откуда-то взяли, такое идея, что общественное, что бытие определяет сознание. Вышли такое? Кто такое сказал? Я такого не знаю, вывода нигде. Кто такое сказал? Бытие определяет сознание. Вот этот же вот тезис, вот этот, он враждебен этому положению. Вот этот тезис, он полностью с ним расходится. Если бытие определяется сознание, вы что, на третьей парте сидите, вот этим определяется ваше сознание. Третье партное у вас сознание, девушка. Сознание, вот мы исторические примеры знаем, что бытие у людей одно, людей одного, возрежащих одному классу одно, осознание у них, прямо противоположного класса. Знаем такие исторические примеры? Например, вот было восстание в 1905 году на Красной Пресне, и вот товарищ Шмидт, товарищ Шмидт, где собственник мебельной фабрики, вооружил своих рабочих, еще через Горького передал РСДРП большую сумму денег. Ну и рабочие его очень активно участвовали в вооруженном восстании. А итогом вообще всей этой борьбы, в том числе и жертв, 5000 человек погибло, рабочих, во время восстания, которое было в Москве, какой итог был для общества в целом? Появилась Дума? В Конституции. Дума, в Конституции, Дума, то есть кто добыл эту самую демократическую республику? Демократическую республику добыла вот эта борьба, самотверженная борьба рабочих. В том числе при поддержке такого товарища, который вот Шмидт, по положению он заводчик, предприниматель, капиталист. Капиталист и какое положение? Чем больше прибыли, тем ему лучше. Он взял от этой прибыли и купил на это значительную сумму оружия. Передал он еще и оружие еще эту сумму, значительную сумму в РДРП. Или, вот скажем, декабристы, кто они по положению? По бытию? Дворяне. Ну, по положению дворяне вроде бы. Если вот общественное бытие определяет, то если их бытие определяет сознание, какое, вот вы доврянка какого сознания? Дворянское. А если я дворянин, значит, а у меня дворянское. И все. А это неправильно, потому что вот дворянское положение было у всех декабристов. А они смотрели дальше своего класса. Они смотрели дальше в истории развития человечества. Они уже видели и буржуазное общество, тем более тем более они образованные, были просвещенные и знакомились с опытом Европы. То есть, что это их бытие или их сознание определило их поведение? И даже их бытие. Они оказались в Сибири, а другие оказались на том свете. Те, которые очень активно выступали, их отправили. И прошло сколько там лет до 30, до 61 года? С 25-го. 36 лет прошло и сам царь отменил это крепостное право. А что его-то на не повесили? Ну, почему не повесили царя? Собрались бы эти помещики и сказали, ты что делаешь? Ты что, мы тебя поставили, чтобы ты наши интересы осуществлял. Тем более, у нас таких случаев, когда царя меняют, было немало. Раз и нету царя. А тут все тихо, Еще и на него нападали и СССР. Опять же, его и потом и этого самого Александра Второго. А? Ну, как это? Нет, брат. Ну, да, ну, 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 что вы. Как по сути? По сути, по сути, он отменил крепостное право. Отменил крепостное право. А? Что? Почему Маска? Крепостное право на самом деле отменил. Не стало уже. Уже не собственники. Крестьяне не собственниками стали помещиками. Это очень резко было. Вот сразу с момента указа они уже не собственниками. Они стали, вот, помещики, а стали землевладельцами, да. Они стали крупными собственниками земли. И для того, чтобы заставить работать, нужно было договариваться с крестьянами о том, что я вот вам дам возможность сходить в лес погребы мой, вот использовать мою землю, если ты будешь у меня работать. А заставить я уже не мог вас. И пороть уже вас не мог. А что, это мало что ли? Что у вас не буду? Вот студент нельзя пороть. Вы считаете, это мало что ли? Ну, я не знаю. Я вот так пытаюсь доказать. Может, я быстрее бы что-нибудь доказал. Но нам не разрешают. Говорят, вы что? Ты что это у вас? Сейчас какой век? Александр Второй отменил крепостное право, а вы тут еще пытаетесь вводить? Нет, это вот это все правильно, что это не освободило полностью там. Но это скачок? Ну как? Крепостное право отменено. Рабовладение когда в Соединенных Штатах было отменено? Позже, 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 поэтому нас сюда приезжают из Америки учить демократии, потому что у них рабовладение позже отменено, чем у нас крепостное право. Царь у нас отменил. А у них президенты, они та-та-та-та, и у них рабовладение было. И северо против юго. какая партия возглавляла борьбу рабовладельцев юга? Не помните? Ну, конфедерация, партия. Партия какая? Из ныне действующих все две, а? Скорее всего, республиканцы. Что здесь скорее всего? Это не вопрос исторический. Что здесь скорее? Вы же культурологи, да? Ну, скорее всего. про партию, просто не помню. Они хотели же вообще идти. А что, мелочи, я спрашиваю, что ли? Это актуально сегодня? Не знаю, на какую партию ориентироваться. У меня демократическая или республиканская. поддерживать в общественном сознании. От меня вот зависит тоже, я вот скажу, вы руководствуетесь там? Вы за кого там? Республиканская партия, бежопартия, которая боролась против рабовладения капиталистов Севера, а демократическая, которая вот в этом иронии судьбы, в чертах нынешнего президента видите, представителя демократической партии черты африканца, это была партия рабовладельцев юга. Ну вот они, ну такой, не знаю, а вот я когда с ними встречаюсь, я с ними очень просто всегда встречаюсь, говорю, да, конечно, говорю, у нас тяжело с демократией, у нас вот демократию, у нас уже крепостной отменили в 61-м, а у вас вот владение было только в 62-м, у вас, ну конечно у вас демократия основана была на рабовладении, она более глубокая, но у нас-то чего? Ну что, на чем основана наша демократия? Да это так вот, ни на чем. А у вас на рабовладении, сколько народу надо было поймать, изловить в джунглях африканских, удушить там при перевозке, 1300 задохлость там, а другие говорят, полтора миллиона, полтора миллиона. А то, что тут в районе порядка даже 70% тех, кто его перевозили, они... Да, ради демократии никаких жертв... Чем более не я же жертвую, не я же жертвую, другие же жертвую ради демократии. Зато настоящая демократия в Америке на рабовладении, как в Древней Греции, как в Древнем Риме. А у нас, ну чего у нас? Ну конечно. Нас разные приходят учить. Вот немцы приезжают иногда, вот, у вас нет о демократии. Какая у нас может быть демократия? У нас, мы тоже в войне участвовали, но у нас вот абажуров не делали с человеческой кожей. У нас такого культуры не было. Потом эти перчаток с человеческой кожи не делали. Потом, если вот какие-то трубки лежат немецкие, чтобы у нас бегали и выдергивали золотые зубы, и потом их исплавляли. Тоже у нас... Ну как-то нехозяйственный народ русский все. Нехозяйственный. Что? Сколько волос пропало для... Сколько можно было матрасов набить. Там же все с немецкой аккуратностью, педантично все это делалось, все хорошо. распланировано, все. Аня говорит, а что вы Горбачева говорите, что он худший этот... Он же у нас считается лучший немец. Так он и считается лучший немец, а у нас худший русский. Все в соответствии. Все так и есть. Это у нас очень много вот учителей. Вообще мы должны... Вот я вас к чему призываю? Это вы наживу... Что такое культурологи? Культурологи это люди, которые впитали культуру. Вот эти другие вот вроде меня и не впитали. Ну или мало впитали, а культурологи они прямо таки вот и впитали. Поэтому вот такие это не только культурные люди, они еще тут суперкультурные люди. Они знают богатство, у них все это есть, уроки, накопленный человеческий опыт в них прямо светятся. И поэтому они должны это вот так вот раскрывать. Мне кажется, надо этот уровень такой держать. Я могу, конечно, поучаствовать в этом процессе. То есть мне поручено вам помочь в этом деле. Пока. Потому что потом вы меня все, конечно, обгоните, это понятно, но на этом этапе вроде бы там что-то, чем-то я могу быть вам полезен в этом отношении. Ну вот мы должны поэтому и извлечь из этого. Так вот, вот этот тезис противостоит этому неверному представлению, что человек есть продукт, обстоятельство, что человек просто в бытие определяет его сознание. Что я ем, то такое я и есть. Ну что это такое? Сколько у нас людей, вот Горбачев разрушил Советский Союз, он же был помощник комбайнера. Ну как бы рабочий, да? Потом он учился в советском вроде в УЗИ, в МГУ, на Юрфаке. Как вы из его бытия выведете? А вот, а человек тут написано, смотрите так, люди есть продукты, обстоятельства, воспитания. Вот какое воспитание дали обстоятельства? Вот, например, существенное обстоятельство для Ленина, что у него брата казнили за попытку покушения на царя. Это существенное, это обстоятельство. Ну какое тут бытие? Ну какое тут бытие? Ну канели-канели, потом воспитание. Ну видимо, можно конечно говорить, вот Ленин, ну наверное мама-то его воспитывала, папа, наверное, тоже его воспитывал, папа дворянин, между прочим, был. С 16, когда у Ленина стало 16 лет, папа получил дворянство, соответственно и Ленин стал дворянство. Вот если папа у вас сейчас получит дворянство, значит и вы уже тоже дворянка. Ну, это же хорошо. Вот Дзержинский был дворянином, это ему не помешало возглавить ВЧК, а также железную дорогу, а также детской безпризорностью он с ней боролся. То есть человек сгорел на работе, а дворянин мог бы ходить красиво так осматривать. Калантай тоже самая дворянка в революционном дюре, она, конечно, путаница, путаница какую-то внесла в собственную идеологию, но это уже другой вопрос. Она, во всяком случае, послом была нашим отправлена. Всегда, когда человек начинает путаться, его куда-нибудь подальше послом засылают. Это принято. Так, так что вот человек из продукта обстоятельств, вот вы встретили человека, который с вами побеседовал и что-то вам сказал, и это изменило вашу судьбу. Вы последовали совету или обдумали свою жизнь или приняли какое-то решение не под воздействием того, на каком вы стуле сидели и в какой аудитории, а под воздействием в том числе идей. Правда? Что человек идеи в идейной в Одессе не может поменять человек? Может. Будут люди. Ну вот сидела, сидела это у нас студентка московская и заразилась идеями ИГИЛ. И поехала. Теперь ее ловят. Поймали. она поменяла фамилию все равно. Ее так просто не упускать, потому что после того, как ее предупредили, она все равно решила продолжать. Начали уже рассматривать Женю как студентку, как активистку ИГИЛ в России, которая пыталась еще и вербовать. Ну что, папа бедный ее участвовал, чтобы ее оттуда вызвали, и все. И что папа может уже сделать? Все. Вот она продукт воспитания. Это здесь дефект какой-то воспитания или какие-то обстоятельства были. Человек из продукции обстоятельств и воспитания. Может, неправильно воспитывали. Но в воспитании это участвует все общество. Все общество участвует в воспитании. Вы можете сказать, что вас только папа с мамой воспитывают? Нет, конечно. Вот. Есть люди, которые очень... У меня, например, дядя был такой вот, Шеломов, Борис Иванович, композитор. Такой детский композитор. Очень разносторонний человек, который там и определители растений, мы всегда с ним искали, какие растения, что, по этим тычинкам, по цветкам. Он очень много меня научил, чему меня он папа бы не научил. У многих так бывает. Вот какой-то человек там встретили вы родственника или просто знакомого или еще кого-то. Это повлияло очень сильно. И это изменило судьбу во многом. Ну, например, а как? А бывает обстоятельства? Например, я взял и получил двойку на экзамене по физике на вступительном в университет. А вот я хотел быть физиком, у меня дипломы были, там, олимпиад, та-та-та. Мне на экзамене говорит этот экзаменатор, а я как раз математическим путем решал физическую задачу. Говорит, ну, поступайте. Поставил мне звук, поступайте на матмех. и пошел на матмех и так далее. Все может получиться. Вот сказал бы мне кто-нибудь, что я буду философом. Что вы говорите, такое вообще? Не знал, что это такое. Как может получиться? Вот у меня я пишу анкету, иногда с меня требует напишите анкету, высшее образование, математик. Все. Вот, так что вот это очень важный это вот противостоящий сплошь и рядом. Все люди, которые считают себя вотими специалистами, они вот утверждают, что бытие определяет сознание. А это не так. Вот общественное бытие определяется, общественное сознание. Это точно. какой строй в обществе, такое и сознание господствует. Это другое дело. Правильно? Угу. Но если мы говорим о каких-то единицах, которые... А? Если мы говорим о каких-то единицах, которые не входят в общественное сознание, ну, конкретный человек, где-то привезли. Ну, мы не можем вот... Какие угодно, разные бывают обстоятельства. Видите, вот написано обстоятельства воспитания. Тут сказано, что это вопрос конкретный. Люди вообще являются продуктом обстоятельства воспитания. В отношении конкретных людей нельзя заранее сказать, на основании того, какое у них было бытие, нельзя сказать, какое у них сознание. Вот что здесь утверждается. А какое у них... Надо конкретно изучать вот как историю вопроса. Какая жизнь была у человека, что его вот привело к такой... к такому результату. Вот. Вот. причем я вот даже поскольку мне приходится с разными потоками, я отбиться не могу от этой вот... Откуда вы взяли-то, что бытие определяет сознание? Вы-то ниоткуда не взяли. А вот я с людьми говорю, бытие определяет сознание. Ну, откуда вы взяли такое? Где написано? Нигде не написано. И это устойчивое такое... Предрассудок прямо. А здесь это вот как борются с предрассудками? Ну, вот берут только разумом. Берут и... Мы смотрим этот тезис и говорим, что человек из продуктов. То есть можно повлиять на людей, можно воспитать, можно людей улучшить. Правильно? Ну, для что для этого надо сделать? Я хочу вас вот... Вам помочь, вас улучшить. Ну, обстоятельства надо в вашей жизни, наверное, думать об этом. Что если я не думаю, что, не изменяя обстоятельства в вашей жизни, просто я буду вас приходить и говорить, будьте хороши, ведите себя хорошо, там, делайте все хорошо. Что, увещевать моральными всякими там, этими заповедями? Так надо для этого, значит, менять вот это вот то, что мы перед этим читали. Если я хочу изменить жизнь. Вот люди, почему много верующих? Да потому что они не видят выхода из земель, вот здесь земных проблем. Не видят. У них выход один. Ну, там, может, отдохнем на том свете. Причем, вот я, у меня 5,5 миллиардов, у вас нету ничего. Так, и написано в Писании, что скорее верблюд пройдет черезугольное ушко, чем богатый попадет в рай. То есть, я в рай точно не попаду, потому что у меня сейчас яхта, заводы, пароходы, так, дворцы, а у вас нет. нет. раз у меня никакого перспективы нет, я думаю, как здесь у вас все забрать и все отнять. Ну, а вы, а вам зато будет хорошо на том свете. Не расстраивайтесь. Зато мне, вот я буду в Адум, а вы будете в район, вам будет хорошо. Вообще, надо думать о лучшем, о будущем, и вам будет хорошо, и вам, а деньги все сдайте вот сейчас по окончании все, что осталось у вас, какие ценности, тоже сюда. То есть, кажется, что тут такая вот формула применена в Библии, что вот богатый туда не попадет в рай. Она ему не надо, ему так хорошо. У него тут рай. Ну, у кого нет, то это рай. Ну, ничего, не расстраивайтесь. Это для успокоения всех остальных, кто поделится, ест хлеб свой. Или человек, так сказать, вот свою лучшую, свою земную жизнь представляет, как жить на небесах. Вот, говорят, у нас сейчас стало много верующих. Когда у нас стали люди вымирать, стало много верующих. А когда она больше рождала, чем умирала, ну, было мало верующих. Это вот можно проследить, эту связь. Ничего не получается, вот у меня с преподаванием думаю, как вот мне вам объяснить. с Божьей помощью, может быть, и так легче пойдет. Так, кстати, так сказать, вот религия, это один из того же факторов. Это не фактор бытия, фактор сознания, конечно. И потом, вот если это наука, так вот, мы в науке против же догматизма. В науке мы против догматизма. Вот если вы догматик, я с вами разговаривать даже не буду. С догматиками, что с ними разговаривать, они одно и то же повторяют, и все. Бесполезно с ними разговаривать, они не хотят думать, не хотят. Но у них только отведено к минимуму, или они обоснованы только тем, что ее понимают? Догма – это не аксиома. Есть аксиома, на этой аксиоме аксиома очень мало, а теория очень обширная. А вот если все теория берется, догма, или ее сейчас хитро делают, сейчас говорят, парадигма. Это что такое? Это большая догма, к которой прислоняются люди, которые не могут доказать ничего. Вот, например, концепция развитого социализма была. С ней КПСС умерла на устах с этой концепцией. Кто придумал-то концепцию развитого социализма? Ну, например, развитого социализма это время, как же его? Я резко забыла. Да не найдешь, да не найдешь, скрываются, потому что это чушь собачья. Да чушь, но это появилось во времена… Во времена Брежнева. Да, Брежнева. Да, Брежнева. Брежнева, и там из Германии было еще во времена Ханекера, вот развитой социализм. Вместе с общенародным государством, то есть одна ерунда о том, что государство бывает общенародное. Энгельс говорил, что это жареный лед. Или оно государство, тогда оно классовое. А когда оно бесклассовое, оно уже не государство. Народное. Не может быть, нельзя соединять эти два слова народ и государство. И одновременно с этим, значит, вот и основание придумали уже базис, экономика развитого социализма. А что такое? А социализм бывает развитой? Это что такое социализм? Что такое социализм? Социализм – это такой политический строй, когда родительность государства ориентирована на человека и на защиту. Ну, это как-то поэтически звучит, но не строго научно. Вообще социализм – это первая фаза коммунизма. Или коммунизм в первой фазе. Ни развитый, ни зрелый, ни спелый. Коммунизм с отпечатками капитализма. Так непразднично звучит так. Так вот, если у меня не получается еще, пока коммунизм не дошли до него, и государство еще есть, неравенство есть между людьми, между умственным, физическим трудом, очень большие различия, городом и деревней. Это социализм еще, низшая фаза. Неразвитость входит в понятие социализма. Он не может быть развитой. А если его развить, будет полный коммунизм. Поэтому, строго говоря, вот развитой социализм – это полный коммунизм. А неразвитый коммунизм – это социализм. А как это он развитый и не коммунизм? Ну, это ерунда, чушь. Вот это был такой период. Я в это время докторств защищал. И мне приехали люди из Москвы. У него нет ничего, говорит, про развитой социализм и общенародное государство. Из Москвы приехали с этим. Ракетский приезжал. Борис Васильевич. Да. Так. Ну, вот этот тезис, я бы сказал, что он из всех тезисов, может быть, и самый главный. Потому что, ну, если мы неправильно понимаем, как можно изменить людей, а мы только что говорили о преобразовании мира, да? Что мы мира будем делать? Скамейки преобразовывать, дома будем преобразовывать. А людей не будем преобразовывать? Ну, если людей хотим преобразовать, значит, надо… А человеку есть продукт обстоятельства воспитания. Значит, школу, если у нас не будет или… У нас какая была? У нас было в свое время обязательное среднее образование было. Потом стало обязательное общее среднее. Это 9 классов вместо 11. Можно дальше двигаться. Среднее образование ведь… А не полное среднее было 7 лет. Семиклассное образование. Можно дальше туда двигаться. Движение уже намечено. Здесь уже сокращается, там сокращается. Как мы собираемся людей преобразовать, это, конечно, не материальное, это, так сказать, воспитание. Понятно, что они в школе находятся и так далее. С другой стороны, скажем, то, что идет через интернет, воздействие на всю молодежь, это же очень серьезные обстоятельства. Вот родители так сильно воспитывают, да? Родители сейчас не могут так повлиять, как может повлиять на него то, что он смотрит. Есть такие фильмы, от которых не оторваться, но если ты будешь их все время смотреть, идиотом станешь. Ну, как наркотики. Вот что такое наркотик? Как вы думаете? Вот вы знаете, что такое наркотик? Нет? У нас вот здесь развернуто на философское изучение наркомании. Наркотик – это вещество, которое при интоксикации вызывает привыкание, а при прекращении приема вызывается нервом отмена. По разной степени нервности. Ну, первое, понятно, привыкание, а второе? Ну, синдром отмены. Что у нас синдром отмены? Не понял. Ну, вот… Как вы очень научно говорите, как, вот мне тяжело. Ну, вот привыкание и возникает при приеме наркотика, и потом, если его прекращают принимать, то организм не может к этому сразу приспособиться, и у него получается вот это с ней. Ну, это, ну, хмель – это то же самое, только для салтоголя… Ну, то есть не может он отказаться от него уже, сломленная его воля, да? Да. Ну, вот можно сказать, что это не просто вещество, а вещество химическое, ну, или, так сказать, полученное, так сказать, по другим путем. И все равно, хотя бы из природных материалов, это вещество, главным свойством которого является воздействие, прежде всего, на волю человека. Оно парализует волю человека к потреблению этого вещества. Поэтому вот бороться с ним так, что меньше употреблять наркотика нельзя. Либо ты употребляешь, либо вот если начали люди употреблять, то какие-то люди с очень сильной волей могут еще выбраться из этого синдрома отмена и от него убежать. А основная масса людей, она опускается на дно и умирает после этого. У нас же десятки тысяч погибает от наркотиков в России. Десятки тысяч. А? А чего? А как алкоголизм тоже наркотик? А как могут люди, которые пьют, не отказаться им? Люди хорошие, хорошие люди, умные, там, вот, бухгалтер может работать человек или там еще что-то пьет. А я вот видел, доцент у нас был, ох, стоит, убраться, упал он на стол, на остановке, пьяный был. Ну, что ты будешь делать? А он хороший был теперь преподаватель. Ну, уже не остановиться, все. Ну, как вот остановиться? Ну, если ты стоишь на том, что мало или культурно пьешь, ты пошел уже туда. Тут вот граница здесь. Или ты пьешь, или ты не пьешь. А курильщики много ли есть таких людей, которые в состоянии избавиться? Ну, это не такой вред. Ну, всего лишь умрешь от... от рака легких. Не каждый же умирает. Мне вот повезет. Я буду курить, но не умру, возможно. Потому что я думаю, что вы умрете, а я останусь. Так что, ну, этот фактор тоже очень существенный. Может быть, то же самое, и человек не может мне... Игры, но они же затягивают. Ну, раньше про картежные игры мы знаем хорошо, из истории, из опер, да? Знаем. Ну, а сейчас-то вот эти игры, они же еще более совершенны, если ты будешь в них играть. Ну, во-первых, вы понимаете, что если с наперстничками вы сядете играть, то вы же точно проиграете. Это ясно. А компьютерные игры, это что такое? Ну, это своего рода наркотик, то есть человек... То есть они что-то такое дают для развития, правильно? Их можно сравнить с книгами иногда. Сравнить можно. Вот из этого сравнения выходит, что всем хорошим во мне обязан книгам, а плохим – к играм. Ну, игры можно сравнить. Если вы чего-то не делаете, это везде какая-то тренировка есть, какой-то опык, навык. Но надо понимать, что есть прямая дорога, а есть побочный продукт. В качестве игры, в качестве побочного продукта имеют развитие некоторых навыков. Но в итоге человек деградирует, потому что он не читает великого, он не думает. Некогда думать, надо быстро щелкать. Вот наш курс этому как бы противостоит не в смысле того, что мы там против чего-нибудь, а в смысле того, что он по замыслу, такому курсу. Очень люди должны обдумывать, не спеша даже. Вот даже и не спешить в этом смысле. И нам и время на это дали, не спеша. Спасибо большое нашему государству. Не сказали, что вот вам работа, вы это быстренько ее так, чуп-чуп-чуп, и все готово. Пожалуйста, разбирайтесь. И мы к себе предъявляем требование такое, что надо разбираться, выяснять тут все эти вещи. Обстоятельства, воспитание. Воспитание, значит, спорт сплошь и рядом платный теперь. Значит, если я хочу кого-то отдать, значит, надо денежки заплатить. Хотя я, например, я повел тут недавно свою внучку, уже великовозрастную довольно, спрашивать, а как? Можно ли в волейболу бесплатно играть? Рядом там школа на Новосибирской улице. Два тренера, они говорят, конечно, приходите. И ничего платить не надо? Ничего не надо платить. Я говорю, а что надо иметь? А ничего не надо иметь. В обычном спортивном костюме в гуське наденете, и пусть приходит и играет. И там ребята рослые, красивые, играют так светло, паркет. Это моя внучка смотрит, так вот удивительно. Так здорово. В другом месте деньги, а, видимо, эти тоже у них резон есть. Они, наверное, из окрестных школ люди приходят, ребята играют. Ну, а если там нужно будет найти какие-то таланты спортивные, они отбираются. А что же из одной школы отберешь, а так они приходят и есть. Спрашиваю у актера тут, а можно поговорить с тренером? Да вот они стоят, ходите, поговорите. А можно туда зайти? Нет, тут все чисто, но зато все стеклянные двери. Можно смотреть, как они играют, а здесь можно говорить с тренером. С одним, со вторым. Здоровый такой, высокий, красивый такой, рослый, дядечка. То есть и в наше время это есть, а с другой стороны, говорят, вот вам фитнес 19600. Вам фитнес не поможет при вашей стипендии, вам именно фитнес нужен, лучше платный. Ну, какой фитнес? У нас вот в школу я не ходил, так сказать, дали лыжи, сломаешь, принеси обломки и дадут другие лыжи. Если еще раз сломаешь, принеси другие обломки и получишь третьи лыжи. Майки давали, ну лыжи-то не каждый может купить. Ботинки, само собой, палки, все, что надо. Хочешь заниматься лыжи, иди в спортивную школу, не хочешь, не ходи. Хочешь в какой-нибудь кружок? Я вот пошел, поскольку тогда никто не водил, потому что детей-то не убивали и в залог не брали. А что их брать? Денег-то не получишь. Сейчас-то зачем берут вас в залог? Чтобы папа пришел, принес полмиллиона. Папа, если любит вас, ну куда он принеси полмиллиона? Если не любит, может не нести. В этом же обстоятельстве-то состояло. А раньше какой смысл-то его хватать? Мы ходили, один раз отвели на школу, первый раз показали дорогу. И все, и ходи, как все на работу, родители, ты идешь. В ДПШ, я вот в московском районе был, приезжай на заставскую, иди в дом. Я пришел, выпиливанием занимался. Выпиливанием, у меня шкатулка даже осталась. Никто меня туда не гнал, захотел, занимался. Хочешь выпиливай, не хочешь, не выпиливай. И художественного слова, речи. Ну зачем мне это нужно, речи? Ну там начали скороговорки. Шик, колпак, по-не по-колпаковски, да никак его не переколпаковать, не перевыкал паковать. Потом я думал, что мне это пригодится все-таки лекции читать. Если бы я раньше думал, я, может, лучше бы занимался. Но мне ни зачем это не надо было, а просто. А просто. Пошел и... Ну это тоже обстоятельства. А сейчас начинается, а есть ли деньги? А кто с вами будет ходить? Или бабушка, или мама, или кто? Или тетю надо нанять. И начинается. И скованность появляется. То есть это вот, это все обстоятельства. Человек есть продукт обстоятельства воспитания. А иначе разговоры про свободу. А они пустые. Кто-нибудь знает, что такое свобода? Это вопрос на засыпку. Вот попробуйте сказать, что такое свобода. Для меня или вообще? Интересно. Вы хотите только для вас, чтобы была свобода. Нет, а что дайте такое свобода, чтобы мы могли этим воспользоваться. А? То есть у вас крайний субъективизм. Каждый определяет по-своему. Вот тот, кто сидит в тюрьме, это говорит, хочу в правый угол тюрьмы зайду. Хочу в левый угол тюрьмы зайду. Это каждый по-своему. Или вот один, этот, двое сидят в тюрьме. Один все время бродит, такой злой, туда-сюда, туда-сюда. Попал в тюрьму. Понятное дело. А второй, вот как я, сидит спокойно так. И вот тому, который бродит, говорит, слушай, хочешь я тебе теорию относительности объясню? То он говорит, это будет, наверное, долго и непонятно. Нет, говорит, я тебе объясню просто и понятно. Вот ты все ходишь, да? Ну все относительно. На самом деле ты сидишь. Вот так. А вы нам хотите дать, дайте нам свободу. Понятие, мы будем руководствоваться. Вот люди, вы же, вот жажда свободы, вот у вас перегорело все. А тут говорят, вот для вас одну себе хорошую свободу, нам какой-то похуже, конечно. Я уже понял, вы себе-то лучше возьмете свободу. Дайте нам такое, чтобы мы могли пользоваться. Универсальное понятие. Люди за свободу боролись, умирали. А вы говорите, да у каждого своя. Вот если я сейчас выпрыгну в окно, не нарушая ваши права, то я вот почувствую себя свободным, да? Истина свободна. Но возможность есть, вы же, я не только, имейте в виду, вы даете определение. Я им пользуюсь строго, не нарушая возможность делать то, что мне хочется, не нарушая прав других людей. Открываю окно, я уже проверил, видели, нет? Я открывал его же. Я знал, к чему это дело придет. Открывал. Легко открывается. Я не настаиваю, чтобы вы, если не можете сформулировать свободу, выпрыгивали. Но я, если никто не скажет, я тогда скажу, вот пусть им будет стыдно, что никто не смог сформулировать свободу. И раз туда. Единственное, меня вот сегодня устраивает, тут очень низко. Потому что, ну уж, там 15-й, 17-й этаж, там наверняка. А это черти что может быть. Только будешь инвалидом сидеть, ты все равно не умрешь. Что вы такое напридумывали, какое-то определение? А еще? Вы определение сами придумываете или с историей философии берете? С историей философии тоже это связано, но... Но у вас есть определение какое-то хорошее? Дайте нам лучше, вот пусть не такое, но чуть получше. Дайте, чтобы не надо было выпрыгивать мне отсюда. Ну, когда ты сам можешь определить причину своих действий, это не противоречит твоему действию? Сознанное необходимость, чтобы вы как-то осознанно называли. Чего осознанно? Осознанная деятельность. Осознанная деятельность. Вот хорошо. Пример привожу. Но я строго руководится с тем, что вы сказали. Вот украл я 100 тысяч рублей. Посадили меня на 5 лет. Я 2 года обдумывал, а там было время пообдумать. Не то, что у студентов все занято, сдавать, сдавать, а там сидишь спокойно и обдумываешь. Через 2 года я пришел к выводу. А. Что нехорошо воровать. Б. Что посадили меня правильно. И особенно мне понравилось ваше определение, что следует на 3 года, я теперь буду сидеть свободный. Потому что я уже все осознал. Обратите внимание, что у вас получается. Что по вашему определению я свободен, но сижу в тюрьме. Здорово вы определили. И вы идите по тюрьмам, пройдите, расскажите свое понимание свободы. Может быть там вам будут руку плескать. Так, еще у вас какие гипотезы? Ну вот в школе преподавают из просвещения гуманистического, что свобода это осознанная необходимость. Ну вот я как раз это вот так красиво звучит. И Энгельс на этом наставил, и Гегель. Но получается, что вот я осознал через 2 года, что нехорошо воровать, и сижу теперь свободный. Вот что получается-то? Я применяю это. То есть то, что свобода это осознанная необходимость, это факт. Но это не определение свободы, а это и суждение о свободе. Если я в определение могу, вот я попадаю, я вам привожу. Как опровергается определение? Беру пример, когда это реализовывается, и свободы тут явно нет. Я осознал, осознал. Не буду больше воровать, но мне еще 3 года. Ну спросите хоть годик. А я говорю, зачем вам? Я буду вам уменьшать, когда вы считаете, вот у вас студенты считают, что это и есть. Если у вас осознанная необходимость того, чтобы посажать на такие преступления, значит, вы свободны. Сидите и не чирикайте 3 года еще. Он действительно может быть свободны. Он действительно может быть свободны. В плане как муж. Я не знаю, что такое. Я пришел, вот у вас поучиться. Вы культурологи 3 курса. Я темный человек из деревни. Хочу узнать, что вы мне даете такое. Что я, ну я не такой уж совсем глупый, что я не могу обдумывать, что вы мне предлагаете. Вы мне долг, вы это не даваете. Зачем вы мне это долг, кошку, посолы, тигры? Ну, по-моему, зачем это надо? Вот товарищ Амазон, это мне оказалось, что он не звучал, что такое свободно. Так, ставите, пожалуйста, на. Георгий, товарищ Георгий. Так вы понимаете, свободно. Так что женский коллектив оказался слаб. Может быть, вы еще более будете. Вы вообще за свободу или нет? Ну, допустим, да. Что значит, допустим? Я вот просто за свободу, а вы допустим. То есть вы, наверное, враг свободы. И только допускаете на момент нашего с вами разговора, да? Нет. Ну, и с лишней свободы тоже может привести ее. Почему? Так что? Ну, просто с лишней свободы тоже ведь может привести ее к чему-то плохому. Да я не знаю, что это такое. Вы мне объясните. Вот вы человек просвещенный, образованный, в институте, в институте, в институте. Я темный из деревьев. Вы можете стать с собой свободной? Я пойду в деревню и расскажу с вами другим пастухам. Ну, свободно, возможность проявлять свою волю. Самостоятельно. Возможно, проявлять. Самые свободные. Ага. И можно, это и монархи, правильно? Возможно, проявлять свою волю. То есть все монархи, ну, это содержательные. То есть, по крайней мере, хоть есть люди, которые вот под это попадают. Монархи они, потому что мы с вами не монархи. То есть, они могут делать все то, что если вы законом или их собственным? То есть, если я все строго выполняю, я и свободен. Понятно. То есть, шаг в сторону меня застрелит. Вот если я все, так сказать, делаю и никуда шаг в сторону не делаю, то я и свободен, да? Это свобода у вас такая? Какая-то свобода у вас? Может быть, это независимость мотивов своих поступков. О, то есть, мотивы у меня были самые хорошие. Я взял молоток и стукнул вас по голове. Потому что я свободен. Я свободный преподаватель нашего университета. Вот, так и есть. Я, оказывается... Вы это напишите ректору, что я бью вас молотком по голове. Вообще, или даже так напишите, только чтобы лучше было. Что у него занятие хуже даже, чем если бить молотком по голове. Тогда будет эффект. Значит, я хочу вам рассказать некоторую быль. Ну, вот это вот пример того, что вот есть такое ходящее, известное. Вот это вот пример того, о чем Гегель говорит. Известное еще не есть от того познанное. Ну, свобода всем известна. Второе, что Гегель говорит, тоже очень мудрое. Что кто же будет обдумывать то, что и так всем известно. Но если бы вы знали, что это неизвестно, вы бы это обдумали. И пришли бы к правильным выводам. Ну, поскольку это всем известно, ну, зачем вы будете заниматься вот этим? Правда? Вот столько еще неизученного. А вы будете вот сидеть с этой свободой и разбираться. Поэтому люди не разбираются. То, что я и говорил, что вот скрывается у нас. Вот мы идем, одну категорию, вторую категорию. И до этой дошли, это тоже неизвестно. И вот у меня был такой экзамен. Меня дают историки. А историки, они не поддались общему увлечению, что вот с первых 10 дней Нового года все отдыхают с неизданными экзаменами, а потом они якобы гуляют. А потом надо все равно сдавать. Какой отдых, когда у тебя ничего не сдано? Поэтому у философа тут все закрыто, зарешечено. У историков зима, январь, значит, все горит, все приходит. Один парень у меня занимался так все время на лекциях. Я помню, присутствовал, сидел вот прямо с правой стороны. Я его спрашиваю, он какой свободы и осознанной необходимости. Ну, как Энгельс формулирует. Ну, человек, как Энгельс, сказал, в общем-то, вроде придираться-то нельзя. Ну, я начал ему вот этот пример приводить про тюрьму. Он задумался, сидит, и тут вот открывается дверь. С запозданием входит девушка такая высокая, симпатичная, с мороза. А я говорю, о! Говорю, что такое свобода, можете сказать? Она говорит, конечно, говорит. Что? Свобода – это господство над обстоятельствами, сознанием дела. Я ей, бас! Я говорю, подходите сюда к столу, она еще не разделась. Я говорю, раз, я ей, отлично, пошла. Говорю, учитесь вы. Маркс так определял. Вот вторая часть сознанием дела включает вот эту осознанную необходимость. Вот если я господствую над обстоятельствами, то я, наверное, понимаю, что если я выпрыгну из окна, то я разобьюсь. Правильно? То есть немножко знать надо законы физики, закон тяготения желательно знать. Потом вот туда идти можно, конечно, но я ударюсь об стену. Если разбегусь особенно, не стоит. Поэтому вот и все вот такие желания, сделать то, что хочу. То есть для того, чтобы делать то, что я хочу, есть такая категория, называется произвол. Волонтаризм. Произвол. То есть это вот произвол. Что хочу, то и врачу. Произвольные действия. Это совсем не свобода. Вот вы произвольно взяли и выпрыгнули. Ну зачем вы выпрыгнули? И вот теперь на коляске ездите вокруг. И не знаете, как подняться. Теперь надо делать подъемник. И так зачем это нужно было делать? А потому что, говорит, вы так поняли свободу. Так вот, господственное обстоятельство – сознанием дело. То есть, конечно, осознание необходимость должно быть. Все законы действуют. Вы же не можете отменить законы природы, общества, мышления. Но все-таки свобода – это не ограничение, что только осознал необходимость, и вот и все. Где же тогда ваши действия? Где ваша воля? А это господство над обстоятельствами. Вот вы пойдете туда, куда наметили. Между прочим, вы послушали все, что я сказал, все же другие сказали. И вы пойдете, куда наметили. Это свобода. А если вы не можете пойти, куда наметили? А вам скажут, нет уж, девушка. Вы пойдете туда, и от сих до сих будете делать то-се. Но это уже не свобода. И вы пойдете, куда наметили. Я даже не спрашиваю, куда. Это ваше дело. Вы куда наметили, туда и пойдете. И вы пойдете. То, что вы хотели сказать, делайте на здоровье, и будете вы свободны. Но с одним ограничением, что делайте то, что не противоречит законам природы. Правильно? Или это тоже не предел. Во время военных действий стена. Ну что делают? Подрывают эту стену, гранату бросают, идут дальше. Танк подгоняют или орудие и бьют по этой стене. Пока не будет пробоины, туда и идут дальше войска. Но это господство над обстоятельствами. Но со знанием дела. Вот мы только что, это прямо привязано к этому тезису. Человек из продуктов обстоятельства воспитания. А тут же другая мысль такая, что и воспитатель должен быть воспитан. Обстоятельства менять надо. Я поменяю обстоятельства вашей жизни, и вы другим человеком станете. Может быть. Но это от вас тоже зависит, правда? Это может облегчить вам борьбу. Вы сами боретесь. Вам не хватало только некоторых дополнительных обстоятельств. Обстоятельства надо менять. Если у вас лучшие обстоятельства. Вот взяли у нас и закрыли там, допустим, кабинет философии. Туда книжки сдавали мы там наши преподаватели все свои. И я тоже сдавал, как есть книжка, туда в кабинет. То есть вы пришли и открыли книжку. Сейчас я скажу, идите туда вот. Туда-туда. Пойдете там, значит, будете там стоять. Пока вам достанут и так далее. Если раньше были, вот видели, сейчас вывалено вот на... Вот вытаскивают везде, а там распоряжение, видимо, есть такое. Очистить кафедры. То вы пришли на кафедру свою родную. Взяли там книжечку. Нет, идите снова. Сейчас в фонды или раздадут. Ну, раздали это где-то у кого-то дома. А что-то попало в фонды. Ну, и в фонд пойдете, пока вы придете. Потери времени. Никита, господство надо обстоятельствовать. Обстоятельство господство над вами. Нет времени пойти туда. У вас пропуск есть в главное здание? Есть. А чтобы у вас был пропуск, надо было сделать чип, поставить, ходить. А что, а как же жил университет 300 лет без чипа? Я даже удивляюсь. Как он жил без чипа? А вдруг зайдут на занятия к нам. И бесплатно, а у нас уже есть бесплатные и бесплатные лекции. И узнают, что такое свобода без денег. Надо перекрыть там все, чтобы комар не пролетел. Хочет комар узнать, что такое свобода. Понимаете? И подрывает вообще экономику университета. Небюджетные поступления подрывают. За мы не можем доплатить. Вот одновременно я читаю лекции. Одни бюджетники, другие небюджетники. Одни, значит, 75 тысяч заплатили, другие нет. А что, я по-разному читаю, что ли? А что, я вам буду отвечать на вопрос? Вы сколько заплатили? Не буду вам отвечать. Вот вы заплатили, вам буду отвечать. Так что ли? Ну, смешно. Неужели мы по-разному преподаем? Да смешно. Смысл университета, что? Суденты ходили на лучшие лекции на любой факультет. Не так? А не так, что у нас этот фильм. Хорошо, хоть у нас решетки сняли. Это было на исторический непройтение. Помните не так давно? Решетки, историки придут и узнают, что-то есть у философов. А философы придут к историкам и узнают. А философы нам объясняли однажды на паре экономики, что эти решетки были для того, чтобы историки к нам не ходили в туалеты. Да, я знаю эту манеру. Я знаю такую манеру. Сейчас в учреждениях есть, что, не дай бог, зайдет человек простой, для сотрудников есть, а он, пускай, долго здесь не околачивался, чтобы он быстрее выходил. Покрутится, покрутится, туалет закрытый, и он уйдет. И не надо его выгонять. Здесь-то мягкая такая форма. Так я скажу, уходите отсюда. Зачем? Просто закроешь все туалеты на ключики. Если кто для своих с ключиками придут, у нас даже на первом этаже есть, где наша кафедра там. Там есть такие туалеты, там закрытые. Не знаю, кто туда ходит, но во всяком случае уже не все. Что это такое? Что-то давайте закрывать, решетки, там все. У нас при царе сюда нельзя было ни одному полицейскому зайти на территорию нельзя. Ни одному. История, вопрос. Думаете, это вредит образованию? Нет. Зачем? Не говоря уже о том, что это все, вместо того, чтобы повысить стипендию, можно потратить деньги на эту охранную систему. Так. Ну вот это вот очень важный тезис, на котором мы не зря остановились так подробно. Имеем возможность... Можно перейти к следующему, да? Вот четвертый тезис. У нас до скольки? До полчетвертого? Да, еще до полчетвертого. Так. Осталось 10 минут. Ну, свободу кто может повторить? Что такое свобода? Не хочется... Ну, красиво же. Ну, красиво же. Красиво. И просто. И это не широко... Вот это бы удивительно, что вот такие простые, понятные, они не широко... Что-то нагородят, нагородят. Ну, я понимаю, Энгельса уважают, но Марс не хуже же. Потом Марс его друг и приятель, можно... И это с ним посчитаться тоже. Потом это вытекает отсюда, вот, из преобразующей практики. Правильно? Вы хотите преобразовывать. Ну, и как вы собираетесь? Вот у нас есть необходимость. Вот что необходимо, то и будем делать. А где ваша преобразующая практика? Где это? Ну, осознали мы, что тут-то от сих до сих. Ну, вы можете замыслить и изменить. Да? Это господство над обстоятельствами. Преобразующая, активная преобразующая деятельность... Вот эта революционная практика состоит в господстве над обстоятельствами. Ну, был один строй, стал или другой. Был работодельщик и стал феодальный. Был феодальный, стал буржуазный. Буржуазная революция – это же практика. Взяли и изменили обстоятельства. Все, прогнали этих помечек, вотняли землю. Уничтожили крепостной строй. Тогда стал бурно развиваться капитализм. Это прогресс? Прогресс. Фабричное производство развивается, все. Это же здорово. Промышленная революция. А у нас как бы промышленная контрреволюция сейчас. Наоборот, закрывается предприятие. Думаю, что это за буржуазия? Буржуазия – это что должно быть, по идее? Это самая возрастающая стоимость – капитал. Поэтому капиталистка, выражение этого капитала, он должен, так сказать, развивать производство. Развивать промышленность. А у нас? Говорят, вот у нас меньше того, меньше заводов, меньше фабрик, меньше станков, меньше машин. Что за капиталин такой? Что за капиталисты такие? А они, говорят, свободные они. Что хотят, то и делают. Говорят, моя собственность. Хочу – угроблю, хочу – уничтожу, хочу – сожгу, хочу – растопчу. Вот этот произвол царит. Дескать, он собственник, что хочет, то и делает. А что, хорошего ничего не хочет, может их прогнать, таких собственников, поставить тех, которые будут делать на вырос что-то. Это вот уже осознанная необходимость. Такая необходимость есть. Потому что такие собственники, которые занимаются только уничтожением, то, что им попало в собственность, тем более как попало, мы знаем, что надо освободить от ответственности тем, кому попало. Как это называется? Амнистия капиталов. Амнистия – это нереабилитирующее обстоятельство, как мы знаем. То есть это нереабилитирует человека. Амнистия – это освобождение от ответственности преступника. А капитал не может быть преступником. Преступником может быть только капиталист. Так? Это такая формула амнистии капиталов. Здесь капиталов виноват. А я не виноват, если я это все натворил. Ну вот вы видите, что для того, чтобы дойти до каких-то серьезных, глубоких вещей, не обязательно быстро бежать, но надо обязательно раскапывать все, что написано. Потом какие-то плоские книжки, которых никакой глубины нет, там нечего и раскапывать, хоть ты хоть сиди часами, ничего ты не найдешь. А если это серьезные люди, ну мы же, вот они попали к нам в программу же не случайно, то есть что можно анализировать? Вот сейчас я встретил профессора Рукавишникова Алексея Борисовича, он тоже ведет там параллельный, там тоже группе, тот же самый курс. То есть вот ему поручено, мне поручено, то есть, ну если это такие работы, на которых можно чему-то научиться, то тогда их можно ставить в программу. А какую-то такую мелкую, плоскую поставить, ради того, чтобы мы сказали, это плохое, это плохое, ну и что, на этом плохом мы что-то вырастим, что ли? Тут, может быть, с чем-то можно не согласиться, можно поспорить, но есть какая-то глубина, в которую можно погрузиться и найти для себя. Например, вот даже вот это определение свободы, которое мы с вами сегодня разобрали, оно уже само по себе одно. Но если вы в течение всей жизни будете им руководствоваться, это будет, я боюсь, как бы это ни было исключением, потому что я таких людей, которые знают, что такое свобода, ну почти не знаю. Вот это моя преобразующая деятельность, я хоть узнаю, что вот эти вот пять человек знают, шесть, что такое свобода. Это немало, шесть человек знают в университете, что такое свобода. Поняли? Мы знаем, что такое свобода, нас шесть, нас семь со мной, мы можем этим гордиться. Ну на этой вот позитивной ноте, позвольте мне и закончить, мы с вами будем идти дальше, значит, другие надо разобрать, и чем лучше вы подготовитесь, а подготовка должна состоять в чем? Ну не в том, в чтении само собой, но вы видите, что в обдумывании. Если вы не обдумаетесь, что мы дальше пойдем, как мы дальше пойдем, то есть чем будете лучше вы подготовлены, готовы к тому, чтобы на мои вопросы ответить, или сами проанализировать без всяких вопросов, тем, значит, мы будем плодотворнее продвигаться и дальше. Имея в виду, что у нас задача не количество страниц, и это большое, а количество идей. Количество идей, вот если мы сумеем это обсудить, обдумать, это будет хорошо. Как вы понимаете, это зависит, конечно, от вашей подготовки в значительной мере, и от этого обстоятельства, на что я и надеюсь. Спасибо большое. Спасибо. Успехов. Спасибо. Спасибо.